Девушки отдыхают Современный комплект хоккейной формы для полевого игрока плюс коньки — это в среднем от 12 до 15 килограммов. Для ветеранов хоккея это совсем немного. Скажем так, не войлочная, лосевая кожа, и в них был набит конский волос. Баул сейчас на колесиках. Раньше они были вот таким неким мешком, который… он ничего не весил, но он был более объемный, скажем так. Ну, была такая история. У Сереги Гамаляки был вот такой баул, он был большой, практически вратарский. Он складывал туда свою форму, я залез туда в своей форме, прямо в форме, и он меня спокойно закрыл. То есть вот объем как бы баула вот такой был, большой. В снаряжении игроков немало любопытных деталей. Начнем с коньков. Самый большой размер коньков в автомобилисте, как нетрудно догадаться, у Никиты Трямкина. В американской мерной системе это 13,5. По-нашему это почти 48 размер. А это единственные коньки в команде со шнурками желтого цвета. Принадлежат они Кириллу Лебедеву. Говорит, это ни с чем не связано, просто привык к ним. Желтые шнурки используют еще с детской хоккейной школы. Заточка лезвий – ключевой момент. Без этого станка и сервисмена Николая Поспелова, здесь его с уважением называют «дядя Коля», команда просто никуда. У каждого игрока свой временной промежуток, через который они предпочитают подправлять коньки. Чаще всех это делает Егор Журавлев. Он единственный в команде, кто приносит свою хоккейную обувь к мастеру ежедневно. Просто люблю, когда острое лезвие и проскальзывают коньки. Всех по-разному, но я люблю, когда поострее. Если, допустим, плохо наточено, то уже как-то не по-другому. Все, для меня. Если все нормально, как надо, то чувствуешь себя уверенным. Уверен в своих коньках, что они тебя не будут. Теперь о клюшках. Длина, жесткость и загиб пера – вот основные показатели. Длина, по большому счету, зависит от роста игрока. Чем выше, тем длиннее нужна клюшка. Здесь пальма первенства, снова у Никиты Трямкина. Отметим, что максимально разрешенная длина клюшки в КХЛ – 163 сантиметра. У Никиты клюшка около 170. Самая длина только потому, что рост больше двух метров. И она считается от конца пера до конца самой клюшки. Ее рост примерно где-то под метров 70 без пера. И такой длиной могут играть только игроки выше двух метров. Еще один показатель, от которого зависит сила и точность броска – жесткость или флекс. Именно так она обозначается на самой клюшке. Самая мягкая или точнее гибкая клюшка в автомобилисте у Анатолия Голышева. Ее гибкость составляет 87 флекс. Такой клюшкой ему проще нанести точный бросок. Может быть, потому что я меньше всех ростом, наверное. Кто большие, у них клюшки, значит, все равно должно быть больше. И флекс можно быть больше. Я люблю, когда у меня клюшка мягкая. Она сильнее. Бросаешь, как бы в речи бросаешь. Флекс помогает выдавить. Сильнее шайбу, речи все делать. Когда она пронебается и сама выкуливает. Давно играю в мягкие клюшки. Они всегда всю жизнь нравятся. Или даже не пробовал грудями. Итак, самая гибкая клюшка в автомобилисте – 87 флекс. А вот и самая жесткая – 112 флекс. И как вы думаете, кому она принадлежит? Да-да, это снова он – Никита Трямкин. Такие клюшки, как у него, называют «Экстра Стив». Супер жесткие. Жесткость нужна, прежде всего, чтобы не ломались клюшки. Если она будет мягкая, она будет просто неуправляемая. Была такая проблема, потому что в свое время не было настолько жестких клюшек в клубе. И получалось, что я ломал по 3-4 за игру. Я устал их просто заматывать. Как сейчас? Сейчас? Как нормальный игрок, как все. То есть сейчас так? Одна на недельке, две. Это нормально, да? Сколько с собой на сбор взял? Шесть, но чувствую, не хватит. Впрочем, есть и другие любопытные моменты. К примеру, как игроки обматывают клюшку лентой. Тут и цвета разные, и по форме получаются рукоятки у клюшек разные. Я вот делаю такую большую намотку. Не знаю, она больше похожа на вратарскую. Но мне вот удобно руке так. И сверху обматываю красной лентой, чтобы рука прилипала к клюшке. Ну, красная, наверное, цвет клуба больше подходит. Наверное, поэтому красная. А вот еще одна любопытная деталь. Без этой штуковины не обходится ни один выезд автомобилиста. Для чего же нужна эта вещь? Скажем лишь, что это намотанный на палку ликопластырь. Попробуйте догадаться, уважаемые болельщики. А у нас на сегодня все. Лишь напомним, что уже 26 июля автомобилист сыграет свой первый контрольный матч на сборе в Чехии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok